В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день сентября с погоды. В северных районах местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В Черкесске без существенных осадков ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночи 13-15, а днем 23-25 градусов тепла. В рамках всероссийской акции «Вода России» сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Карачаевой Черкесии, Кубанского лесничества, администрации эльтаркаческого поселения и волонтеры провели уборку территории эльтаркаческого минерального источника. В акции по сбору мусора приняли участие 123 человека. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Всероссийская акция «Вода России» – одно из масштабных экологических движений страны. У нас в республике данное мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Территория эльтаркаческого минерального источника является излюбленным местом отдыха. Но, к сожалению, люди не убирают за собой, и в итоге местность бывает завалена мусором. Представители Минприроды Карачаева-Черкесии отмечают, что цель данной акции – сохранение экологии нашего региона. Мы ежегодно занимаем второе место в рейтинге среди всех субъектов Российской Федерации по количеству участников, по протяженности мест, которые мы убираем, рек, которые очищаем и так далее. Сегодня здесь участвуют Министерство природных ресурсов, представители Кубанского лесничества, представители сельского поселения. Одна из причин загрязнения нашей живописнейшей природы – это мы сами. Участники акции собирают весь мусор в специальные мешки. Важно подчеркнуть, что уборка проходит на территории слияния рек Чегет-Тюбю и Эльтаркач. Подобное загрязнение у берегу рек может привести к плохим последствиям. И поэтому мы и выбрали этот участок, отмечают собравшиеся. Очень много всегда мусора, даже если мы убираем на одних и тех же местах, особенно весенне-летний период, мусор накапливается буквально за неделю. За неделю вот такими машинами. Поэтому очень важно, хотя бы за собой, каждый, кто приезжает на Нарзаны, на речку, хотя бы за собой пакетик взяли, выбросили. Благо, министерствам везде мусорные баки поставлены, на каждом выезде везде есть. 123 участника акции дружно убирали мусор, а собранные мешки загружали специальные машины для перевозки отходов. В экологическое мероприятие внесли свою лепту и молодые волонтеры. Я считаю, что в нашем регионе очень важны такие акции, поскольку нужно сохранять нашу планету, потому что она – это наш общий дом. Хочу пожелать людям, чтобы они убирали весь мусор за собой, чтобы не было потом вот этой вот ситуации. В итоге участники акции «Вода России» собрали 150 мешков мусора. Важно отметить, что более массовая акция, где будут принимать участие все сельские поселения, пройдет 13 октября. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Узжигутинский район. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия» ровно в 9. Смотрите «Вести Северный Кавказ», затем программы «Русская редакция» в 14.30. «Вести Карачаева, Черкесия» с Муратом Джонкиозовым. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. В Карачаево-Черкесию доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о победе. 12 сентября в Никольском соборе с 9 утра и до 21 часа, а 13 сентября с 8 утра и до 19 часов верующие смогут приложиться к мощам. 13 сентября в 19 часов проводы ковчега с мощами Георгия Победоносца. Субтитры создавал DimaTorzok